чё ты снимаешь? а шо в тебе торчить? ха-ха-ха, ты градусник, чё торчить? вообще-то градусник, меряй температуру тактики животных вот почему подмышкой показывают 36,7, а тут 37,2 скажи попу надо вставлять градусник, чтобы не все, ты кончу вкус, там бэ не, не пахнет, но понюхай спасибо, на почек, нюхай там на, нюхай не, ну чё, задница температура, дитям меряю, ставляют задницу температура под коленку ставят так это детям ну какая разница? ты ребенок жопы не мать? ты бога и уже здоровый, где тебе в страху, извините меня, градусник при чём тут это, ну температура тела, чё в теле у меня горячее, чем снаружи? значит ты больный точно что, падли гепатитом наградили не было так вот, что хлеба чабурек спасибо бурда получилась из-за твоей закваски вот на сывороточке да вкусно дома что ты скачешь будешь похлебку ты будешь ест я крошку баланда вот что значит закваска не так хоть я процежу бы не салат да я промыю мы не задавал залка 10 я и сбухнула юля на балконе ммм сочи зайчик ммм 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 густая смотрите как ммм 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 Полис, даже Киев для меня деревня, понимаете, для моего таланта, и мне харизм. Ой, как я люблю, вот это такое молодое чертинесное, я не могу. Ой, меня так обидели в комментариях, вообще ужасно, просто обидели. Ужас. Сколько на меня гадостей написали. Ни за шо, ни про шо. Это вообще, конечно, я вчера полувечера проплакал сегодня, ну это вообще. Матюкався, матюкався, в комментариях потом жили за папу. Ну и чё, а окна-то кошки, мышкины слёзы. Дождь капает, так я люблю такую погоду. На улице, когда я нахожусь, не люблю, а когда дома, в селе, лещить печка, топлено антрацитом. Только тупые, можно подумать, что я тупый, понятно? Я, до моих мозгов, ноги, я так понимаю, не достать. Наверное, я хороший артист, что очень говорю, с серьёзным видом отбивили. Наверное, всё-таки я хороший артист, спасибо вам, мне приятно. А то кажете, что плохой артист. Я говорю, мне тесно, а не моё. Всё я. Все в три бутерброда, и не в одном глазу. О, прелесть, а то это жара, кондиционер работающий без конца. Вот это вот, вчера приходил мастер, Коля, который делал кафель. Там банну буду обкладывать кафелем. И он говорит, что завтра будет дождь. Кажется, вечером начнётся ночью, и аж до вечера будет дождь. Вот откуда он ждал? Чудес точные синоптичи и прогноз, он смотрел синоптичи. Синоптич, да. Я ж тупый, понимаете? Ой, у меня таланта сколько, что хватает на всех зрителей. Нам серьёзно, Галина. Дощик, дощик, крапает дребненько, я ж думала, я ж думала, запорожецненько. Пошли. Девочка, с синем зонтом. Подивись сюда. А она не дивится, потому что дождь за ней заляпает. Она не дурочка. Ой, может, как бы подоглее. Такси! Хорошо-то как. Нафаня. А я спал, так хорошо проснулся. Ой, настроение более-менее. Завтра сдаю ещё один анализ, такой решающий. И там будет ясно, что делать. Но, скорее всего, предстоит ещё одна операция. А я не боюсь операции. Мне страшно, чтобы под наркозом не проснуться. А так я операцию не боюсь. Заснул проснуться. Лишь бы не проснуться во время операции, потому что всё уже будет плохо. Тем более на таком месте опасном. Что ты делаешь? Так, убирай и уходь. Убирай и уходь и злобок, да? Сваля! Ну что ты делаешь, говори? Ты чуешь, синяя? Убирай и ты в дом. Вели там 100 долларов, иди домой. Мало, 200 хочу. 300. Мало. На аквариуме. На аквариуме. Коля. Убирай и уходи. Велика! На готовых. На готовых. Что это? Что это такое? Картошка сыра. Это Коля готова. О, уже она дошла. Нет, не дошла. Вот твердовата картошка. Вообще вот сыра. Это куриное мясо порезанное. Я думал, это ребрышки. Это курица. Порубанная курятина, видите? Курятина. Какое-то такое, не пойму якое. Фу. Хе-хе-хе-хе. А бачки не очень, синенькие не очень люблю запеченные. Они не горчат. Ниякие. Персик. Это меня мужчина угостил персиками. Это еще Коля ремонт делал. Но он нам принес. Коля мне не отдал. Это такие персики. Да и у него свои собственные. Ммм. А вкуснее. Прелесть. Все, убирал, спасибо. Чухай. Гроши? Гроши бери на тумбочке. 300 грн. Сколько? 300. Ты что потерялся? Ты 100$ каждый день добывал. Во-первых, ты еще должен домыть посуду. Вытер ты печку, Коля. Убрать вот это. Коля, сегодня плохая погода. Воскресенье. Ты не знаешь, что вот трясение двойную цену людям платит? Мей совесть. Мей совесть. У меня не знаю, что. Убирайся, чухай. Не дам больше. 300 грн. Все достаточно. 300 грн. Да. За пропылес... Да. Люди убирают полностью квартиру за 700 грн. Полностью. Это люди. Понимаешь? Что делать? Что же работать? Европейская квалификация. Понимаешь? Где? Сраки в тебе опыт. Давай, дождь. Хватит. За 300 грн. Это прекрасно. Он там лежит. Бери, чухай. О, цены убраны. Где? Это так убирают люди в квартирах? Так. Про пылесосы пишу. Нахер оно мне всталось. Один воскресенье. Давай, давай я не маю пола. Давай деньги. Давай, я тебе дам. Там 300 грн. Чухай все. Он там лежит в книжке. Книжки. Бери и чухай. Ты вообще нормальный человек? Скажи, пожалуйста. Ты нормальный человек? Мой зайчик Томас меня спасал. Мой умничка. Мой любимый зайчик. Мой любимый. Мой любимый. Как он переживал? Да, зайчик мой. Пошел. Я стоял на балкону и курил. Пошел. Вот так ручку сделал и все. И я сидел. Коля, Коля. Коля, Коля с балкона. Коля, Коля. Два часа я сидел, Коля. У тебя мозги есть? Еще пришел и говорит, что ты тут сидишь? А ничего, что ты вот так ручку повернул и открыл? Ничего? Что я сидел на балконе, как дебил? Дивиться надо было. Дивиться надо было. Дивиться надо было. Я рублен. Коля, Коля, Коля. Два часа. Холодно. Я в трусах. Вот так стою. Просто взял вот эту долбану. Неуманная фантазия. Ох. Совсем уже. А мой зайчик подошел. Я ему показываю. Он такой. Ой, вообще. Я Томас аж до слез. Чуть не плакал. Смотрю, он подошел вот сюда. А я ему показываю ручку. Мол, вот так она была. Я кажу, ручку повернул. А он начал царапаться, не понимая. А потом бери ручку вот так вот. Представляешь? Он берет ручку вот так вот головой. Вот так толкал. Вот так чуть-чуть. Так толкает. А я говорю, Томас сильнее. Я с той стороны придавливаю. Придавливаю. А там она выше, где придавливает. Видите? Вот эта штучка. Она выше, когда придавливаешь. А он видит, что я руку поднимаю. И уходит от ручки. Я же хочу придавить дверь, чтобы он туда внутрь. Чтобы он легче. Она вот тут легко. А вот сюда дальше уже тяжело поворачивается. И он бедный вот так дергает, дергает ручку. Понимаю. Мой зайчик любимый. Мой зайчик любимый. Ты меня спасал, да? Ты меня спасал, мой зайчик. Ты меня спасал, мой любимый, да? Ты меня спасал. Ты сидел, караули в меня. Сидел, да? Вижидал. Сидел, все время на балкону на меня дивился. Мяуков, мой зайчик перепугался. Перепугался, да? Колямба закрыв, да? Ой, мой зайчик любимый. Ай, больно. Ай, больно. Ай, больно. Какой мой зайчик. Да, да, зайчик. Закрыли нас. Закрыл меня на балконе. Да иди, не кусайся. Его кусай. Иди, его кусай. Хоть бы и звенився. Еще и прибег, каже, что ты трубки не берешь. Ай, так больно же. Цапаешь. Что ты делаешь? Держи мой. Иди, его кусай. Пошли. Тебе есть ум, Коля? Ну, кто так делал? А если бы ты на дом поехал сейчас? А я думаю, ну все, ты сказал, я сейчас приду за дому, там какие-то посылки подивлюсь, потом поеду на дом. Я уже надевался посылки. Надевился? Ну, молодец. Ага. А тут лежит один телефон и второй телефон. Все, я вот там на балконе закрытый. Тебе приходит, каже, что ты брешьешь, что ты трубки не берешь. Что я брешьу? Не бачил, что ты повернул ручку, перед чем открыть? Что ты брешьешь? Сделал дело. Извините, не хочешь? Я не верю, что ты брешь. Ну, ты что, не бачил, что ты ручку повернул, как шов? Не, я перевернул. Не перевернул? Да, я просто так сидел на балконе. Ты уже был одет, готовый, сидел. Я сидел в простень, завернулся, потому что холодно на балконе, а дети готовы. Тебе мозги есть? Нет, вице, ты, Хлачова знает только. Та иди ты нахрен. Я сижу на балконе, не это самое. Тебе вот мозги були вообще? Ой. Я тебе показываю, бери, снимай. Я тебе сразу показал на телефон, бери, снимай. Он зашел, что ты трубки не берешь? А ничего, что я закрытый сижу. Думать надо головой, прежде чем ты на балкон, понятно? Прежде чем закрывать, надо думать. Машис. С приветом. Я ноги в холодильник ссунул. Юля. Алло, Юля. Что я трубку не беру? Бо меня Коля закрыв на балконе и пришел нахрен домой. А у меня два телефона на диване. Та ты что? Я два часа, ческолько просидим на балконе. Он приходит, открывает балкон и говорит, что ты тут сидишь? Что ты специально трубки не берешь? Я говорю, а ничего, что ты... Та не берешь минут 30. Полтора часа точно. А я сижу за балконом на стульчике, там, замотался в синюю тряпку. А Томас, представляешь, Томас подошел до дверей и начал вот эту лапу. Я ему показываю, и он понял, представляешь? Он понял и начал лапу дергать, ну, вот эту ручку. А она чуть-чуть шевелится, а дальше не открывается, понимаешь? Дальше надо сильней. И он вот это вот так трошки, представляешь, головой поддевая, кот понял. Что я закрытый на балконе, тут сижу на стуле. Я вообще сидел и думаю, господи, Томас, який ты зайчикомный у меня. А цей пришел, я ему из-за дверей тикаю. Я вижу, Томас же сидел на... Ну, возле меня сидел на балконе, на этом... На подоконнике в комнате. И он же почувствовал, что квартира открывается, побег, побег. А это иди, летит. Открывая балкон, я ему показываю, бери, снимай, мол, что я закрытый. А он не понял, что я даже закрытый. Он подбегает, открывает, что ты сидишь трубки не берешь? Я говорю, блять, ничего, что я закрытый сижу. Ты не бреши, каже, ты не закрытый был. Ушел, повернул ручку. Юля, клянусь, клянусь, специально сидел на балконе, нехер мне не делать. Так он не признается, ты понимаешь? Ну, конечно, никогда не признается. Вот так, он, как уходил, я пошел курить на балкон. Он пообирался, у меня все. Я же, значит, сидел на балкон, зашел курить. Вин каже, все, я пошел, сейчас потом на дом поеду, короче, туда-сюда. Вот, и я говорю, уйди, хорошо. Хорошо, каже, уйди. И він пошел, а я же не почувал, но ж не чутя с той стороны, что ручка закрылась. Я буквально минуту докурю, разворачиваюсь, ручка закрыта. А телефон, зараза, с собой нельзя, в телефоне на диване. Все, я окно открыв, но вот удивительно. Два телефона рядом лежало вот тут, один на зарядке, другой просто. Ну и слушай, я же в окно кричу, думаю, сейчас, может, будет идти додому, я, Коля, 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 Русбалко, там, представляешь? Ну, ну, нуль на массу. Еще я пришел, каже, что я брешу. Ну, это вообще звездец. Придумать, я бы так и не придумал бы. А Томас вообще, меня, конечно, поразил. Он подошел, понимаешь, сразу, ну, сначала он ишел, его не было. Я потом кис-кис-кис бачил, он бежит с кухни, наверное, на кухне был. Пришел, сів на подоконник отсюда. А тут то утюг, то что, он вот этот бедный мостится и лапой, и лапой. И понял? И снизу, я ему показываю, вот так, поверни, вот так, мол, вот так. А він начин головой снизу эту ручку подбивать, представляешь? А не может дальше. Ой, вообще, такой зайчик умный. Такий зайчик меня умный. Дивився на меня, мяукав, стекла царапав. Зайчик, хотів помочь мені, да, зайчик мой любимый. Извини, пожалуйста. Ця митля меня закрив. Ця митля... Алло, да. Ну что, ты едешь, чи что? Алло. Что не слышишь? Ты едешь, чи нет? Ну, давай, голова прошла. Бусы одевала? Тю. Тома, ты нахрен. Кидаєшся. Ну, давай, собирайся. Давай, давай. Вот так, зайчик, будем?